Приветствую вас, праздновные гости, братья и сестры. Сегодня мы вспомним День памяти пророка Ильи Ветхозаветного, Святого Угодника Божия. Почему он значим и в Ветхом Завете для нас, и сугубо в том числе и в Новом Завете? В Ветхом Завете мы помним, что он подвязался, много принес благовествования о Господе, и за свою праведную жизнь был взят на небо, на огненице, колеснице, то есть в теле, он не умер. И в таком же телесном состоянии уплевается Господь. Почему он значим сегодня? Потому что мы понимаем, что перед пришествием Господа нашего Христа, во втором, его втором пришествии, придет Антихрист. И также будет симметрично, как делал Господь, но делать симметрично, скажем так, антибожественно, себя назовет Богом, также более трех лет будет править. Кто же нам скажет, что это лжец, что это не настоящий Бог? Конечно, вот Илья, пророк, и как мы думали, что и считалось до предыдущего времени Моисей, которые на горе Преображения, на флорусе Сагоса были, боли, конечно, утвердились в том, что Енох. Почему? В том, что он тоже был взят во плоти на небо, который тоже благословал, что будет потоп, конец, которого не слышали. И также вместе с пророком Иоанном придет Бога и сказать, что это не Господь, это Антихрист. Спокойтесь. И, конечно, будут умершвлены. Почему? Потому что наша биологическая смерть, это жертва Богу, потому что не может воскреснуть о Господе человек, который не почил телесно. Поскольку они телесно живы, поэтому им нужно будет претерпеть за Господа. И потом уже они будут воскрешены во плоти, как весь мир, чтобы пристать при Господу на суд. Правые десную, праведники получат доброте, воскресение живота, а те, кто рассадил зла, воскрешение суда. Вот поэтому для нас, пророк Илья, настолько значим и сегодня. Храни Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok